Когда мы говорим о суицидальном поведении, мы всегда должны понимать, что любой поведенческий акт — это система сдержек и противовесов каких-то. И вот когда мы говорим о таком сложном, на первый взгляд, феномене, как уход из жизни, мы также должны выделять эту систему сдержек и противовесов. Суицидальные факторы, то есть факторы, которые предрасполагают к суицидальной активности, и антисуицидальные факторы, то есть те, которые подавляют такого рода активность. Начнем с суицидальных факторов, то есть это те личностные особенности, наличие которых предрасполагает к суицидальному решению проблемы в случае попадания человека в какой-то конфликт. Какие это могут быть конфликты? Это могут быть межличностные конфликты, внутриличностные конфликты, то есть конфликт между долгом и чувством, семейные конфликты, производственные конфликты. Это могут быть какие-то очень сильные фрустрации, то есть ограничения, когда человек не может реализовывать себя по причине, например, тяжелого соматического заболевания, онкологического заболевания, по причине травли в коллективе, ну и так далее. То есть такого рода ситуаций достаточно много, и на самом деле, ну, относительно, с моей точки зрения, бессмысленно их классифицировать. С точки зрения психологии важно классифицировать именно вот эти психологические факторы суицидальные и антисуицидальные. Так вот, суицидальные факторы — это личностные особенности, индивидуально-психологические характеристики характера человека, которые в ситуации попадания его в нестабильную ситуацию, вот в ситуации попадания его в какой-то конфликт, вызывают у него, активируют у него различные формы суицидального поведения. Что же это за факторы? Первое — это сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам. Это люди сензитивные, про которых едва ли можно сказать, что они толстокожие или действительно какие-то пробивные. Они очень ранимые, очень хрупкие, вот про них можно сказать так. Во-вторых, у них наблюдается зачастую особенности когнитивной сферы. Интеллектуальная сфера у них структурирована очень определенным образом. Это люди, которые склонны к черно-белым оценкам, все или ничего, плохо, хорошо, категоричности своих суждений, которые не могут находить какие-то оттенки, нюансы отношений, ситуаций, эмоциональных проявлений. Для них существует только две категории. И эти категории всегда полярные. Вот он колебается между плохо, хорошо, между я уродлив, или я прекрасен. Вот между какими-то вот такими характеристиками. Это самая такая общая черта для них. У них может наблюдаться недостаточная развитость коммуникативных способностей. И нейропсихологические данные об этом тоже говорят. При нейропсихологическом тестировании пациентов, которые совершили попытку самоубийства, было показано, что у них снижен параметр, который на английском языке называется verbal fluency. Это называется такая словесная беглость. То есть скорость, с которой человек может как можно больше произнести слов на определенную букву или из определенной категории. Оказалось, что по сравнению с людьми, которые никогда ничего не совершали, никаких такого рода поступков, у них эта способность снижена. И отсюда авторы такого исследования делают вывод, что вот на очень базовом уровне у них страдает коммуникативная компетентность. На более высоком уровне, когда проводили уже не нейропсихологические исследования, которые изучали дефицитарность определенных мозговых структур, а именно социально-психологические исследования, действительно было показано, что хуже пациенты, которые совершили суицидальную попытку, могут войти в коммуникацию, могут поддержать коммуникацию. А о чем это говорит? О том, что они, и это самое главное, не могут попросить о помощи. А суицидальное поведение – это всегда крик о помощи, но очень специфический. Пациенты действительно всячески пытаются показать то, что вот у них возникают такого рода вещи, что они страдают от этого, что у них есть душевная боль. На научном языке душевная боль так и называется психология. Не кардиология, когда сердце болит, а не там что-то еще. Не неврология, когда нервы болят, а вот психология, то есть душевная боль, острая душевная боль. Они пытаются об этом сообщить, но в связи с недостаточностью коммуникативных навыков, навыков общения, они не могут это правильно сделать. И поэтому, не получая обратную связь, они тоже впадают в группу риска, которые могут действительно совершить самоубийство. Безусловно, у таких людей неадекватная самооценка. Она может быть или заниженная, как при депрессии. Депрессивные пациенты или просто люди, у которых наблюдается высокий уровень депрессивности, у которых еще депрессивность не достигла уровня депрессивного расстройства, склонны к суицидальной активности. У них ограниченный репертуар стратегии совладания со стрессом. Такого рода у них есть недостаточность, как социальная поддержка, чувство юмора, возможность как-то переосмыслить ситуацию, взглянуть ее со стороны, такое стереоскопическое мышление. Вот такого рода сложные стратегии совладания со стрессом им недоступны. Ну и, конечно, у них очень примитивные защитные механизмы. Опять же, как только возникает стресс, у них актуализируется черно-белое мышление, они трактуют стресс как что-то катастрофическое, как что-то, что может действительно их убить, и принимают решение о том, что раз это может убить, лучше не ждать мучительной смерти, а принять решение о том, чтобы идти из жизни каким-то таким более простым способом. Таким образом, при столкновении со стрессом, человек, который обладает такого рода индивидуально-психологическими особенностями, попадает в такую, ну, скажем так, проигрышную позицию. Он находится в ситуации тупика. И действительно, при ограничениях, вот тех ограничениях, которые я назвал, у него фактически не остается другого выхода. Потому что в культуре эта тема, она достаточно прописана, и он опирается на эти культурные способы реагирования. Вот когда он понимает, что он в тупике, как были в тупике вот ряд тех персонажей, которые описаны в литературе, в искусстве, где-то там. Теперь поговорим об антисуицидальных факторах. Это вот та система, которая сдерживает. И реально психолог, которому попадает человек с суицидальными мыслями, первое, что он должен делать, это диагностировать наличие вот этих антисуицидальных факторов, задав вопрос себе, что сейчас этого человека держит в этой жизни. И вот это, на самом деле, самая главная работа психолога. Что же может держать, удерживать человека от самоубийства? Конечно, это интенсивная эмоциональная привязанность к значимым другим, наличие каких-то родительских обязанностей, любовь к детям, к партнеру, к родителям. То есть вот такого рода эмоциональные привязанности с одной стороны, как эмоциональный такой фактор, и как такой более рациональный фактор наличия обязанностей, то есть осознание обязанностей, что если меня не будет, то вот с значимыми другими что-то пойдет не так. Это могут быть родительские обязанности, это могут быть обязанности, ну, ухода за родителями пожилыми и так далее. Выраженное чувство долга, обязательность, если даны какие-то обещания, если это связано с работой. Безусловно, одним из самых сильных антисуицидальных факторов являются религиозные убеждения, убеждения о том, что самоубийство — это грех. Неважно, какие представления идут о том, что я попаду в ад, или это некое такое абстрактное убеждение, что это грех, а значит, неважно, какие последствия меня ждут, это просто не надо делать. Такого рода поведение, оно, ну, как бы вообще не должно присутствовать в моем сознании, его нужно от себя гнать. Парадоксально, но нерелигиозные люди, они тоже, у них есть такого рода фактор. Это фактор такой философский. Вот я приведу пример, что один из моих пациентов, у которого были суицидальные мысли, когда я у него спрашивал, есть ли у него какая-то, ну, такого рода религиозная подоплека, потому что почему ему не нужно совершать самоубийство, он говорит, что он не верит в Бога, но, будучи философом по образованию, он использовал категорический императив Канта для того, чтобы, значит, отогнать от себя суицидальные мысли. Согласно этому императиву, любая максима моей души должна стать всеобщим законом. Если в этом смысле я буду совершать самоубийство, это будет всеобщим законом, как только я сталкиваюсь с каким-то стрессом, как только я начинаю страдать, я, значит, заканчиваю жизнь самостоятельно, общество перестанет существовать. Поэтому это не приемлемо. Все очень просто было с его точки зрения. Представление о неиспользованных жизненных возможностях, вот такой фактор, то есть умение видеть перспективу, видеть себя в этой перспективе, понимать, что можно достичь чего-то другого, что может в будущем стать тем, что будет удерживать, хотя это сейчас не удерживает. Наличие творческих каких-то планов, уже когда они начаты или есть шанс их реализовывать. И, наконец, два критерия, которые, ну, обычно их как-то умалчивают, считают, что об этом не нужно говорить. Но это очень важно. Во-первых, это боязнь, страх, боли. Особенно, когда речь идет о том, что человек принимает решение уйти из жизни и понимает, что он не может никак уйти из жизни, как только через боль, например, сбросившись с крыши, или через повешение, или какими-то вот такими путями. Вот это может его остановить. И, наконец, парадоксальный критерий, всегда, когда он называется, он вызывает какое-то недоумение, как такого рода вещи могут быть критериям, это эстетические критерии. Это нежелание даже после смерти выглядеть неприглядным образом. Это тоже останавливает человека. Но все прекрасно знают, в последнее время это достаточно широко распространено, что повешение, например, сопровождается и мочеиспусканием, и идентификацией. И вообще это выглядит не очень хорошо. Даже внешний вид и на самом деле не существует какого-то такого способа самоубийства, которое бы вот в полной мере удовлетворял каким-то эстетическим критериям. Вот все эти факторы, они и держат человека, удерживают его от принятия решения совершить самоубийство. И, конечно, если психолог сталкивается с пациентом, у которого есть такие факторы, он должен взвесить их. Если перевес в сторону суицидальных факторов, то психолог принимает какие-то специальные психотерапевтические решения и специальные интервенции. Но, конечно, важно, чтобы такого рода пациент находился под врачебной опекой, где был бы контроль над тем, что он ничего с собой не совершил. И, конечно же, эти критерии используются в судебно-психиатрической экспертизе, в комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизе, при принятии экспертного решения о том, что действительно ли человек, который найден мертвым, находился в таком эмоциональном состоянии, и он обладал определенными индивидуально-психологическими особенностями, которые бы его сподвигли к самоубийству. Действительно ли это самоубийство? Или это убийство, либо это доведение до самоубийства? Это вот уже следствие вместе с экспертами принимает решение. Такого рода процедура называется психологическая аутопсия, психологическое вскрытие. Это такая определенная вещь, которую проводят психологи в рамках судебно-психологической экспертизы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok